Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сегодня у меня очень насыщенный день. Сейчас должна за мной заехать дочка, и мы поедем смотреть мебель для кухни. А еще у меня сын с невесткой собираются съездить в деревню на несколько дней, там отдохнуть на выходные. И мы договорились, что я возьму котеночка себе на время погостить. У них еще есть черепашки в аквариуме, но черепашек я буду ходить кормить. Они живут со мной тут рядом. Но я вам все покажу и всех покажу. Девочки, пока я дочку жду, решила выйти воздухом чуть-чуть подышать, посидеть. Так, вокруг никого нету, я без маски. Но на улице все-таки более-менее свежий воздух. Дома духотища. Спид приходится включать в утро-порамечку. Но она уже должна скоро подъехать. Ну вот, мы сели и поехали. Доча... Hello! Hi! How are you? Вночек, скажи привет! Hello! Hello! Скажи hello! 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 В общем, девочки, выехали мы и едем. У нас, оказывается, с сегодняшнего дня открыли парикмахерские, ателье. Ну и там еще всякую вот эту вот обслуживающую. Но они закрыты. Вот. Ну и я как только с утра я зашла в интернет, и я увидела, что наш губернатор вот это вот с сегодняшнего дня открыл. Начала звонить в салон. И вчера звонила. Каждый день звоню. Короче, никто трубку не берет. И сейчас я попросила вот дочу, чтобы подъехали, придормозили вызов салона. Там все закрыто, с железями все закрыто. В общем, не знаю, не работают они, почему. А никого Василий не смотрят? Не знаю. Мне кажется, они должны знать. Ну, раз закрыто, значит, закрыто. А может, сегодня потому что праздник. Сегодня же у нас 12 июня. Сегодня день России, да? Независимости России, кажется. Да? С праздником, дорогие россияне! Вот, так что сегодня праздничный день, может быть, поэтому, не знаю. Но вообще-то они как бы работают каждый день обычно, и без выходных, и запись делают. Особенно в празднике. Я так просто чувствую, что когда я уже дозвонюсь записаться, то там на месяц вперед будет все забито. Вот что я боюсь. И я думаю, может быть, опять придется мне идти к каким-то неизвестным мастерам. Но уже, по крайней мере, то, что уже объявили, что открыли, меня это уже радует. Я жду не дождусь, когда вот эти все лохмотья свои все посрезаю. Чтобы у меня голова дышала, и я дышала, и стала счастливой, счастливой. Мне кажется, мне вот для счастья больше всего не хватает стрижки сейчас. Для полного такого счастья. Как быстро тебе стать счастливой? Вот вообще, что много ли человеку надо, особенно женщине, да? Но мне главное комфорт. Не столько там вот эта вот как бы красота, мне комфорт. Но понятно, чтобы еще и красиво было, смотрелось, все как надо. Вот. Ну, едем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вчера мы снимали с Люси видео «Вопрос-ответ». И там был вопрос, ну, не вопрос, а предложение о том, чтобы мы сняли челлендж «Кто лучше меня знает?». Ну, Люси говорит, я тебе, ну, я говорю, мама говорит, что ты говорит, 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 что ты меня лучше знаешь. Она говорит, я тоже думаю, что я тебя лучше знаю. Ну, потому что подружки больше делим, все там, все дела. Я говорю, ну, в любом случае было бы интересно это снять, на самом деле. Надо сегодня. Может, ты поедешь после этого к нам? Мы там как раз съемками занимаемся. Нет, у меня сегодня другие планы. Сегодня мне нужно котейку забрать. Ай, блин. А Люси уезжает уже на днях. Вот. Так что, нет, я на этот счет, вот, хочу сказать, что, если бы, допустим, вот, как с детства я тебе знала, да, пока ты со мной росла, да, понятное дело, мама все время общается с ребенком и знает хорошо ребенка, особенно если так общаются, ну, открыто, не это, не закрывается ребенок. Но если вот как ты выросла уже и уехала на 10 лет жить в Москву, да, ну, мы с тобой общались в основном там как-то по делу, ну, как-то, ну, не настолько близко, насколько с подружкой, да, вот. Вот. И сейчас мы с тобой общаемся, ну, как бы сказать, ты все равно с подружкой делишься больше, правильно, своим чем-то там личным, сокровиным. Ну, со мной делишься тоже, но, как бы, не настолько, может быть, мы много с тобой общаемся на всякие разные такие, скажем, личные темы. Больше ты общаешься все-таки с подругой. И поэтому, ну, вот, на данный момент я думаю, что, конечно, подружка будет тебя знать лучше, может быть, глубже, чем я сейчас, да. Ну, понятно, ну, было бы интересно снять такое видео. Давай посмотрим, если мы быстро закончим, может, на часик нам заскочим, и мы с ними быстро прям попробуем. Время есть, сейчас до трех часов. Ну, я не знаю, ну, посмотрим, давай загадывать не будем, а то, видишь, я как бы загадываю одни планы. У меня сегодня планы все попеременились, тут надо вот за животными присмотреть, сына, дочка вдруг позвонила, сказала, поехали вместе, посмотрим там мебель. Ты мне подскажешь, если что. То есть я планировала сегодня как бы одну снимать, какие дела делать. По факту у меня получается все другое. Я тебе все только лучше желаю. Ну, нет, я не против ничего, просто я говорю, что я как бы предполагала одно, а получается по факту другое. Поэтому сильно ничего загадывать особо нельзя. Правильно. Конечно, если я запишусь на стрижку, я тебе сразу об этом сообщу, чтобы ты никак меня, да, чтобы ты никуда не выцепляла, не звала. Потому что для меня сейчас стрижка, это вообще просто, я не знаю, подарок судьбы. Я уже всех своих подписчиков забодала вот этой стрижкой, каждый раз говорю о том, что мне нужно подстрижься и как мне некомфортно вот с теми лохматями, которые у меня на голове сейчас. Едем мы на второй поселок Орджоникидзе, куда-то не знаю, куда меня доча везет. В неизвестность. В неизвестность. Ну, и мне как бы не важно все равно, главное, чтобы недалеко. О, а то у меня вот сын недавно с невесткой, с дочкой, они собирались ехать на Азовское море, ну, покупаться. Они ездили, да, ну и сын меня позвал, поехали с нами. Я так прикинула, что это будет жара, купаться еще холодно, вода холодная, загорать мне нельзя, я вообще жару, солнце не переношу. И думаю, буду вот это я киснуть на пляже и мучиться от жары. И дело в том, что если бы это было в черте города нашего, да, я могла бы вызвать такси, например, и смыться домой, когда мне уже все это надоест. И думаю, ну, если не загорать, не купаться, что я буду мучиться на жаре, я лучше дома под сплитом побуду. Поэтому я и отказалась. Да, мой зайчик? Да. Что? Что? Ты не знаешь, что ты... Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь? Понимаешь? Ты меня понимаешь? Вчера, кстати, по видео, по ютубу включила ему азбуку. Буквы мы знаем... Ой, цифры мы знаем уже, до 10 он свободный. Сейчас я его учу уже дальше, до 20. Вот. И думаю, буковки потихоньку он уже... Ну, как бы, знает какие-то буквы, да, точно. В игрушку, когда играет, нравится ему. А сейчас я его включила, нашла просто азбука для детей от 3 лет. Слушай, как ему понравилось, он как мультики смотрит. Ну, все, мы весь алфавит прошли, там идет буква, как она пишется, как она читается, звуком и так далее. И все, я закончился, он такой, а, включи еще, как мультик понравилось. Я его еще включила, еще раз посмотрела. Прямо внимательно повторяет, все вообще классная штука. Ну, классно, здорово, вусть учит, правильно. Ну, что-то, какие-то буквы останутся, в школе уже легче будет с буквами. Конечно. Хотя читать, по-моему, до школы надо научиться, да? Я не знаю, как сейчас. Раньше можно было, ну, когда я ходила в школу, можно было и не знать ничего. Ну, буквы там, конечно, мы еще и в садике изучали. Сейчас просто говорят, что, типа, не учись, Елена, его раньше времени, там, каким-то вещам, потому что в школе ему будет скучно и неинтересно. Да, ну, в школе будет неинтересно. Мне, например, в школе было неинтересно вообще. Вообще. Мне было скучно. Знала хоть не знала, да? Да, это зависит от преподавателя. Если скучный, нудный преподаватель, значит, или злой какой-нибудь, ну, тогда будет неинтересно. Вот, например, он знает все буквы, будет классно, что... Классно, он будет повторять. Ему очень нравится, когда он что-то угадывает или делает правильно. Значит, будет получать поощрение, будет чувствовать себя уверенно на высоте. Слушай, ну, ты у меня в пять лет уже могла читать по слогам. Да? Да. И ничего страшного. Всегда себе. Мы буквы... Сначала изучали буквы, потом слоги. Ну, слоги это вот согласная-гласная. Это в школе или ты со мной занималась? Ну, и мы с тобой дома, дома. Дома? Нифига себе, ты крутая. Я, да. У тебя еще время было учить меня? Ну, как-то да. Сергей. Ну, что-то в садике там тоже, тоже буквы там какие-то, вот, подготовили. Ну, это подготовители. Ну, пять часов, пять лет ты уже, как бы, читала по слогам. Слоги знала уже все, могла там простейшие слова прочитать. Крутая. Книжечки, да. Потом, правда, мы где-то ближе к школе это немножечко запустили. Вот. Ну, все равно потом ты все равно вспомнила, быстро научилась. Ну, я же говорю, опять-таки, это в школе все зависит от того, нравится ребенку или не нравится. Вот от этого и будет зависеть и оценки, и успеваемость вообще. Ой, да, надо найти нам школу, преподавать их хорошую. Девочки, я решила сварить борщ. Борщ это для диеты как раз самое отличное блюдо. У меня уже варится говядина, молодая капусточка. Немножко сделаю картошки, вот три картофелины небольшие. И что у меня там, свекла, морковка, лук, помидорчики, болгарский перец, будет зелень. В общем, такой вот сделаю облегченный борщик, нежирный. Бульон, может быть, даже вылью, просто мясо положу в кастрюлю. Посмотрим. Девочки, каждый раз я с борщом импровизирую. В общем, сейчас я решила морковка, свекла, лук и болгарский перчик. Немножечко пожарится, туда я добавлю помидорчики. Все это потушу, чтобы оно было уже готово почти. В мультиварке у меня сейчас мясо уже почти что сварилось. Я его сейчас разделаю на кусочки и вылью бульон. Налью просто воду кипяченую. И туда уже положу картошечку сначала. Потом капусту и сразу все остальное. Я вам покажу. В общем, девочки, косточка говяжья с мясом у меня варилась час. Потом я вылила бульон, налила кипяченую воду. От косточки поотрезала кусочки. Ну и косточку я положила, чтобы она доваривалась. И уже закинула туда картошку. В общем, решила не на бульоне делать, потому что холестерин лишний, он мне не нужен. Вот, сейчас уже поварится это еще, ну уже до готовности картошки, наверное. Потом уже буду закидывать я зажарку. Вот зажарочка красивая получилась уже с помидорчиками, с овощами, со всеми. И я уже нарезала капусточку молодую, лаврушечку с капустой кину, чесночок в самом конце и зелень. Ну, зелень пусть покипит там пару минут, капуста молодая тоже. А чесночок выдавлю уже в самом-самом конце. Ну и также у меня будет вкусная соль и перчик тоже в конце уже кину. Ну вот и все, мой летний борщик готов. Пахнет очень вкусно. Девочки, решила я сделать оливье, но только облегченный вариант. А почему облегченный? Ну, во-первых, я взяла молодую картошку вместо старой. Вместо колбасы это вареная индейка. Вместо сметаны у меня будет мой йогурт. Ну, горошка у меня нету, я буду делать без горошка. Будут огурцы свежие и соленые, в общем. Ну, и яйцо. Сейчас я все это нарежу и потом вам, с вами поделюсь, что получится, вкусно или нет. Ну вот, девочки, вот такой салатик у меня получился. Вот он уже с йогуртом, здесь в тарелочке я подсолила его. И прям нежный, приятный салат. Даже вот индейка в тему вообще. И легкий йогурт. Горошек здесь легкий, нежный горошек бы, он вообще не помешал бы. Бандюэль такой нежный вот бывает. Я бы его добавила, если бы он у меня был. Ну, я и так сейчас поем этот салатик на ужин. Просто отличный салат. Вот вариант такого облегченного оливьешечки. Мне несут котенка. Я встречаю, девочки. Давай, давай. Я дала дочек ему, где он капает и писает. Хорошо. А там в рюкзаке мой котик. Давайте. Заходите. Ой, а что ж такие тяжелые, баскинки? Что вы тут понабрали? Ну, там же, это же наполнитель одно вот. Ну, давай, помеем. Кекс. Маленький мальчик наш. Так? Фух. И кто это у нас? Это кекс. Это кекс. Ну, мы его отпустим, пусть он походит. Пусть он посмотрит, что тут у нас, да? Это вот это вот сюда. А ты что здесь снимаешь? Там будет еда. Водичка. Так, там будет у нас еда. Да, здесь будет... Нет, там будет А. Ну, вода и еда будет там, да? Там будет наш котик кушать. Кушать, да. А это миска вот погрызанная вся. Это вот здесь паштет, корм. Потому что он грыз нашу тарелку. Ясно. Ты скажи, обалдеть. Это корм. Сюда поставлю. А это мягкий. Он тут разных видов. Если что, можете смешивать их еще. Не делайте ему больно, что он... Да зачем же я ему буду делать больно? Он будет сам тут гулять, сам по себе. Куда его? Да, сейчас разберемся. Пойдем я покажу, где у нас будет лоток стоять. Так, давайте. Так, подожди. Только Настюха пока донесла, все растрясло. А я там постелила. Пойдем. Сейчас, подождите. Фуха, ну что ты из себя ободрела пальчик, когда упала? Настюха, видишь, сейчас шли мы, пока. Она навернулась с этим лотком. Прямо возле подъезда подскользнулась и упала. Да, Настюшка? Настя, можешь придвинуть к себе этот кран. Он двигается. Потяни на себе, вот, чтобы тебе было удобно. Ты уже все смыла-мыла? Да. Молодец. Пойдем. Вот там под окошком, смотри. Ага, вот вижу, да. Вот, я постелила здесь местечко. Он будет скучать по нашему голову. Вот так поставить или так поставить? Да, я потом разверну. Пусть стоит. Вот там будет котеночкин платочек стоять. Вот здесь. Все. Наполнитель и совок куда положить? Садись, кушай, черешня. Ну, совок там наполнитель рядышком. Савочек вот так сбоку поставлю. Наполнитель, мы его еще не открывали, он новый еще. О, котейка уже видит, где у него лоточек. Молодец. Мой новый гость ходит все обнюхивает. Кекс, что ты там смотришь? Что ты там изучаешь? Давай мы тебе в лоточек подсыпем гранулки. Ну все, буду осваиваться с котенком. С гранулами никогда раньше делом не имела. И с сухим кормом тоже. Все, поставлю тут. Ты все обнюхиваешь, а меня обнюхать не хочешь? Ты меня тоже не знаешь, мы с тобой не были знакомы. Ну пусть походит погуляет. Ну вот так, мои хорошие. У меня теперь новый, так сказать, гость тут появился, да? Вот. Я думаю, нам будет не скучно. Иди смотри, тут какие подушечки разноцветные, мягкие есть. Ну, я надеюсь, он обживется чуть-чуть, освоится день второй. И будет нормально уже себя здесь чувствовать. Главное, чтобы ночью не будил меня. Для меня сон важно. Вот. Ну, остальное, я думаю, справлюсь с этим всем делом. Ну что, мои хорошие, я хочу на этом видео закончить. В общем-то, сегодня у меня получился день какой-то такой, все непредвиденно. Я вообще сегодня планировала какие-то одни делать дела. Потом дочка позвонила, попросила, чтобы я с ней съездила, там мебель посмотреть. Сын с невесткой вчера еще вечером мы договорились, что я котеночка возьму к себе. За черепашками буду тоже присматривать, буду туда к ним ходить, кормить. И, в общем, сегодня день получился такой, весь какой-то, все неожиданно, много суеты, еще и сварилась сегодня борщик. Кстати, девочке, борщ получился отменный. Вот, казалось бы, да, это можно сказать диетический борщ, потому что он не на мясном бульоне, он не жирный. Там немножечко растительного масла я добавила, когда я пассеровала вот эти овощи на сковороде. И все. И он получился и легкий, и с мясом в то же время, и очень вкусный, очень такой ароматный, просто вот обалденный. Так что советую вам вот такой борщик. Кто на диете, кстати, борщик, это, по-моему, самое лучшее блюдо из горячих блюд, где просто вот вареные овощи кушайте на здоровье. Тем более раздельное питание, овощи с мясом, то, что нужно. Ну все, мои хорошие, заканчиваю видео, чтобы быстрее его смонтировать, вам выложить, чтобы вы могли его уже посмотреть. Мы с котейкой будем уже завтра сниматься, я думаю, освоиться и посмотрим, что я там наснимаю. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok